Проповедь Возможно, Дух Святой просто сегодня хочет прикасаться К кому-то, кто есть в этом зале Может быть, кому-то, кто смотрит нас онлайн Я не знаю, но просто имейте сердце открытое сегодня для Него Бог будет сегодня говорить Может быть, это не будет глобальное, стратегическое или длинное слово Но я верю, что даже одно слово от Бога, оно способно изменить Один стих, одно слово, одна буква Которую Бог вдыхает в дыхание жизни и соединяет с сердцем человека Она способна изменить всю судьбу этого человека Просто примите, принимайте Дорогой Иисус, мы отдаем себя в Твои руки, Божие И сейчас, во время просто этого слова, во время этой проповеди Дух Святой, просто двигайся сегодня по залу Ходи сегодня от сердца к сердцу По ту сторону, Господь, экрана Там, где кто-то сидит возле телефонов, телевизора или гаджета Господь, просто прикасайся к человеку Боже, мы ничего не можем без Тебя Тебе слава, величие, честь и хвала Евангелие от Иоанна, пятая глава, с первого стиха Много раз в нашей церкви мы читали это место из Писания И я говорил о нем, и много откровений разных, и все Но просто сегодня я верю, что Бог что-то вот хочет Знаете, такое пророческое совершать хочет С сердцем человека Может быть, это ваше сердце, кто знает Просто примите верой, принимайте это После этого был праздник иудейский И пришел Иисус в Иерусалим Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот Купальня, называемая по-еврейски Вефезда При которой было пять крытых ходов В них лежало великое множество больных, слепых, хромых И сохших, ожидающих движения воды Ибо ангел Господень по временам Сходил в купальню и возмущал воду И кто первый входил в нее по возмущению воды Тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью Вы знаете, окончание этой истории Я не буду читать сегодня всю историю до конца Я хочу обратить внимание на эти первые очень важные слова Знаете, я хочу сегодня, как художник Знаете, когда он рисует Он ставит какие-то мазки И постепенно один мазок кладется на другой И вначале мы видим Кажется, знаете, как кто-то назовет Это какая-то мазня Но потом из этой мазни вдруг мы начинаем видеть Как штрих за штрихом вырисовывается профиль человека Фигура человека Вдруг мы начинаем видеть закат, восход Мы начинаем видеть то, что вначале не было совершенно видно Но то, что видел художник И знаете, я хотел бы, чтобы вот сейчас Мазок за мазком каждый из нас Мы в этих стихах увидели то Что вот сегодня, по крайней мере, Бог открывает мне и показывает Первый стих написано Пришел Иисус в Иерусалим Иерусалим – это прообраз Божьего города Это прообраз Божьего народа Это прообраз того, что принадлежит Богу Или того, что Бог сотворил для себя Сегодня, друзья, этот Иерусалим – это жизнь каждого из нас Вот этот Иерусалим – это мы Кто-то говорит, мир там Иерусалиму И мы думаем о Иерусалиме, который находится на территории государства Израиль Друзья, у Бога Иерусалим – это каждый из нас И вот приходит Иисус в этот Иерусалим. Я хочу, чтобы мы понимали, потому что у некоторых людей иногда складывается ложное, ошибочное представление, что Иисус приходит туда только тогда, когда мы нуждаемся в спасении. Он приходит туда каждый раз, каждый день, каждое мгновение, каждый раз, когда мы призываем Его имя, каждый раз, когда мы в жизни сталкиваемся с какими-то сложностями или вызовами, каждый раз наше сердце, Бог, приходит туда точно так же, как Он приходит в этот Иерусалим. Он ходит по улицам этого Иерусалима, и знаете, очень часто мы хотим, чтобы Иисус был в этом Иерусалиме, но, знаете, цель Иисуса, если вы заметили, когда Он пришел в Иерусалим в этот раз, во втором стихе, Он пришел не просто в Иерусалим, Он пришел в Иерусалим, чтобы посетить одно особенное место. Второй стих, есть же в Иерусалиме у овечьих ворот, купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. Вы знаете, в Иерусалиме, в которой есть жизнь и сердце каждого из нас, у каждого из нас там есть наша Вефезда. И Иисус пришел в этот раз, и Он приходит каждый раз в Иерусалим, чтобы посетить вашу Вефезду. Что такое Вефезда? Вефезда это место, куда собирались, или где собираются люди, у которых есть проблемы. Возможно, вы знаете, возможно, вы даже не догадываетесь, но в жизни каждого из нас есть какие-то моменты, есть определенные стадии нашей внутренней борьбы, наших внутренних сложностей, которые приходится каждому человеку проходить. И иногда нам кажется, что Иисус, вот Он ходит по этому Иерусалиму, а мы ждем Его в этой Вефезде, и мы кричим там, Иисус, приди. Я хочу вам сказать, это слово пророческое, Иисус приходит в ваш Иерусалим, в вашу жизнь, для того, чтобы посетить Вефезду. Но вы знаете, эта Вефезда находится в Иерусалиме, в городе Иерусалим, есть 12 разных ворот, и только одни ворота носят название овечьи. Туда заводили тех, ну туда заводили пастухи, заводили овец. Вы знаете, что прообраз овцы, это кто? Это прообраз сердца христианина, жизни христианина. Заметьте, эта купальня, друзья, она не у верблюжьих ворот, она не у гольных, там, ушей где-то, она еще не у тех ворот, не у тех, не у рыбьих ворот, она не у каких-то отдельных ворот, а именно находится у ворот овечьих. Бог приходит, друзья, туда, где Он находит сердце, которое, как сердце овцы, послушно Ему, как пастырю. Вот именно у этих ворот почему-то Бог поместил или построили эту Вефезду. И Иисус, когда Он придет, друзья, Он хочет прийти именно к этим воротам. Он приходит тем сердцем, знаете, Он сам говорит, что есть по левую сторону будут овцы, по правую сторону будут козлы. Он приходит именно к овечьим воротам. Еще раз, не к каким-то другим, к овечьим. Если в вашей жизни вы хотите действительно, чтобы у вас была вот эта Вефезда, ваше место исцеления со Христом, очень важно понять. Она открывается или Бог ее созидает тогда, когда двери вашего сердца, они являются овечьими. Когда вы овца его стада, а Он ваш пастырь. Когда ваше сердце полностью принадлежит Ему. Он у этих ворот, именно у этих ворот Он построит эту Вефезду. И дальше, в этом третьем стихе написаны очень интересные, дается очень интересный пример. В этой Вефезде лежало великое множество, обратите внимание, сначала больных. Каждый из нас, болезнь это отсутствие Бога в жизни человека. Это болезнь. Болезнь может быть разной. У кого-то это душевная болезнь, у кого-то это физическая болезнь. Любая болезнь, она говорит о том, что там мало Бога, там нет Бога. Потому что там, где есть Бог, там не возникает болезнь. Он говорит, вначале это было больные. Затем эти больные становятся иногда слепыми. Когда человек болен, в его жизни становится, заметьте, слово больной, корень этого слова какой? Боль. Что происходит, когда в нашей жизни долго присутствует боль? Мы становимся слепыми. Мы больше прислушиваемся и видим голос нашей боли, нежели голос Бога, которым Он пытается вести нас. Любой больной человек, рано или поздно, он становится слепым. Я не имею в виду физическую слепоту. Я имею в виду слепота, когда мы не видим Бога. Когда человек болен, мы перестаем замечать красоту окружающего мира. Мы перестаем замечать, насколько в нашей жизни все есть. Все в жизни больного человека сосредотачивается на чем? На болезни. Потому что в ней есть боль. И человек постепенно становится слепым. Когда человек становится слепым, он не видит, куда идти. И однажды он обязательно падает и становится каким? Смотрите. Хромым. Он становится хромым. Он не знает, он не может уже идти. У него иссякли силы. Он не может, у него нету возможности. Он умом понимает, что нужно идти дальше, но внутри он не может идти, потому что его ноги, они стали хромыми. Они не ходят так, они не несут его и не ведут его в нужном направлении. Почему? Потому что будучи больным от боли, он постепенно стал слепым. Он стал после этой слепоты хромым. И дальше написано иссохший. Когда человек не может идти, не может ходить, он не может не пить. Он не может найти еду, взять эту еду. Он не может взять воды. И постепенно он становится иссохшим. Казалось бы, смотрите, это купальня, где есть вода. Бери, допей ее. Человек не может к ней подойти. Помните этот человек, к которому он пришел, он 38 лет ожидал, и он говорит, что нет человека, который бы опустил меня в эту воду. Вы знаете, когда мы иссохшие, мы знаем умом, мы понимаем, что Бог есть. Мы понимаем, вот он рядом, мы понимаем, вот надо туда идти, мы идем. Но его там нет. Потому что мы иссохли. И следующая, последняя стадия. У такого человека остается только одно. Надеяться на движение воды. И вот здесь я хочу, друзья, чтобы мы с вами поняли, что есть на самом деле вот эта Вефезда. Что есть эта купальня. Купальня, друзья, вот эта вода, которая находится там, это прообраз и состояние нашего сердца. Вы знаете, почему многие люди... Обратите внимание, написано дальше, что ангел Господень сходил, и вода, она начала, знаете, как камушек, когда вы бросаете воду, от него идут круги. Кто-то видел? Так вот, круги эти видны только тогда, когда вода полностью какая? Спокойная. Когда вода спокойная, тогда на поверхности этой воды видны круги. Но если бы все в ней купались, никто бы не обратил внимания, друзья, когда ангел Господень сойдет. Вот эта купальня, это прообраз нашего сердца. Возможно, в вашей жизни сегодня вы в чем-то больны, вы испытываете боль. Возможно, эта боль уже сделала вас слепым, и вы ничего не видите, кроме этой боли. Возможно, уже вы даже стали хромым, потому что, будучи слепым, вы начали совершать ошибки, и ваши ноги, они уже хромые. Возможно, вы уже стали сохшим, и ничего не хотите. Я хочу вам сказать, в этой купальне, смотрите, было самое правильное. Они вынесли всех людей больных, они были в ходах, но никто из них не был в купальне. Вода, она была спокойной. Вы знаете, друзья, почему иногда мы не получаем своего исцеления? Почему иногда вы не получаете свой ответ? Потому что в вашей купальне постоянно возмущенная вода, вашей болью, может быть, какой-то, я не знаю, хромотой. В вашей купальне вы постоянно, вы барахтаетесь и кричите, Господи, я буду первым, но Бог хочет, чтобы вы сделали шаг веры. Чтобы вы вышли из этой купальни, сели рядом возле нее, и в этой купальне, чтобы поверхность вашего сердца, она успокоилась. Пусть поверхность вашего сердца успокоится. Потому что, если она не успокоится, вы никогда не увидите, когда Бог придет. Вы не сможете обратить внимание, когда Бог придет. Возможно, сегодня, сейчас, прямо, Бог хочет, и Он сходит на купальню эту, Он сходит в ваше сердце. Возможно, сейчас Он говорит, но в вашем сердце, в вашем разуме сейчас звучит совершенно другое. В вашем разуме сейчас звучит, как же я буду это делать, как у меня это произойдет, а как это состоится. Вы слушайте, вы не знаете, никто из этих людей не знал, как оно произойдет, и никто не знал, когда этот ангел сойдет. Но они сидели и ждали. Поверхность их сердца была спокойной. Она не была возмущенной. Я сегодня хочу сказать кому-то из вас, может быть, не знаю, кто-то смотрит онлайн, или кто-то здесь в зале. Поверхность вашего сердца сейчас, она возмущенная. Вы не доверяете Богу, вы не даете Ему шанс. Вы просто не даете Богу шанс. Этот ангел Господень каждый раз хочет сходить, но у вас там какой-то бассейн, не штиль, у вас там нет тихой воды, у вас там вулкан, бурлит вулкан. И когда приходит ангел Господень, вы этого не видите. Когда Бог касается вашего сердца, вы просто этого не видите. Помните, с чего начинается? 22-й псалом. Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях. К водам, каким водит меня? Тихим. Друзья, то, что Бог хочет, Он ожидает, что сердце каждого из Его детей, оно будет этой тихой водой. Тихой водой. И когда туда придет Его прикосновение, когда Бог своим перстом, своим сердцем, своей любовью, своим исцелением, Он прикоснется к поверхности вашего сердца, вы точно поймете, вы точно услышите это, вы точно узнаете, вы точно сможете понять, что это Он. Это Он прикасается к вашему сердцу, потому что Он способен убрать всякую боль. Слепые, они прозреют, хромые, начнут ходить, и сохшие души, Он напитает водой. И не только напитает, но вода, которая напитает, она станет источником жизни, и душа, которая текет в вечность, которая напаяет этой водой других людей, которая напаяет этой водой множество. И вот это множество людей, может быть, в вашей жизни сегодня не одна боль, их может быть, две, три, может быть, их множество. Может быть, какая-то боль уже сделала в вашем сердце, в вашей душе множество слепоты привела, и вы уже ничего не видите, вы не понимаете, как идти, вы не понимаете, куда идти. Бог ждет, и не ждите, когда Он исцелит, не ждите, когда Он откроет глаза. Бог ждет одного, чтобы вы успокоили поверхность вашего сердца, чтобы ваше сердце успокоилось в этой купальне Вефезда, потому что, знаете, Иисус сегодня в вашем Иерусалиме, чтобы добраться до этой купальни. И то, что не подвластно, не под силу человеку, Иисус берет на свои руки, и Он сам, Он не ждет, когда на эту поверхность сойдет ангел. Он не ожидает этого, Ему не нужно этого. Часто мы в этой боли, мы ждем, Бог, это пусть произойдет вот так, и Бог, это должно, наверное, вот так быть. Послушайте, когда поверхность вашего сердца спокойна, Иисус берет вас на руки и опускает в эту воду. Он опускает в эту воду больных, Он опускает в эту воду слепых, Он опускает в эту воду хромых, Он опускает в эту воду иссовших и ожидающих движений. Он опускает туда, потому что, на самом деле, потом вы поймете, что исцеляет не вода, и даже не ангел. Исцеление в душу человека приносит Господь, который Он в нежных, бережных, отцовских руках способен опустить в эту воду. Вольной, которому пришел в тот день Иисус в этой купальне Вефезда, он начал рассказывать Христу о величине своей проблемы. Христос внимательно слушал его, потом задал самый правильный вопрос, который и успокоил его сердце, сердце этого больного. Он говорит, а что ты хочешь? Этот больной, и страдавшийся от своей болезни, жажда своего исцеления, он так сосредоточился на том, на этой купальне, что он совершенно забыл, что Бог слышал желание сердца. Бог приходит и прикасается к поверхности сердца человека. Я не знаю, почему сегодня вот здесь, просто когда мы поклонялись, Бог просто говорит, сегодня в чью-то жизнь. Вот вы эта купальна, вы как эта купальна, и вы там уже вот так наколонутили уже эту воду в своем сердце. Вам уже там все, вот просто уже все. У вас там уже не только ангела не заметишь. Даже если метеорит с неба упадет, Тургусский, там уже ничего не видно. Там штормы и бури. Ваша купальня, она уже как буря на Галилейском море. Шторм. Там не видно ничего. Знаете, не так давно мы в семье отдыхали, и вечером как-то был шторм. Было много травы, вся вода была мутная. Я говорю, Господи, так хотелось бы, так хотелось бы нырнуть, да посмотреть, что там под водой. Интересно, люблю. Утром, рано проснувшись, пришли туда. На море штиль. И то, что вчера казалось невозможным. Та вода, которую вчера ты не видел даже на расстоянии пяти сантиметров. Вдруг ты ныряешь в нее, и ты видишь на расстоянии там пяти метров. Ты вдруг понимаешь о том, что на самом деле столько красоты, столько всего прекрасного. Друзья, успокойте воды своей Вефезды. Успокойте воды свои Вефезды. Именно поэтому Иисус говорил, и Он говорит сегодня вам, придите ко Мне все нуждающиеся, обремененные, и Я успокою вас. Он успокаивает, чтобы мы могли увидеть Его, чтобы мы могли услышать Его. Не так давно мы шли с моей женой, был ветер. Мы пробежку делали. И я чуть-чуть вернул в сторону, говорил ей что-то. И она говорит, что? Я тебя не слышал. Ветер срывает слова, и Он уносит их в другую сторону. Звук не доходит до нее, хотя она рядом здесь со мной. Точно так же и в нашей жизни. Когда в этой Вефезде, в вашей Вефезде бушует вот этот ураган, Иисус говорит слова. Он шепчет, Он говорит слова. Но ветер, который бушует в вашей Вефезде, Он срывает эти слова, и Он уносит. И вы кричите, Иисус, Ты где? Дай мне знак, дай мне услышать Тебя. Господь, я перестал слышать Тебя. Боже, что не так? Куда Ты ушел от меня? Он никуда не ушел. Он стоит в этой Вефезде. Он давно пришел в ваш Иерусалим. Он давно зашел в вашу Вефезду. Просто этот шторм, который бушует в вашей Вефезде. Вы не слышите ничего из-за этого? Успокойтесь в нем. Так часто мы, как люди, мы ищем какие-то моменты, которые, знаете, они возмутят еще больше воду какую-то в нас. Что еще должно произойти, что еще? Иногда Бог просто говорит, успокойся, пребывай со мной. Мы, как тот Саул, становимся, который, когда нужно было вопросить Бога, он не смог дождаться. У него буря кипела в сердце, и он сам принес жертву. Однажды Бог взял Илью, пророком, поместил его и сказал, сиди здесь. И он говорит, Господи, где Ты? Где Твой ветер? Где Твой шторм? Где Твой ливень? Где Твоя буря? Бог ему говорит, я не только бываю в буре и в шторме, я в тихом веянии ветра. Когда тебе кажется, что ничего не может произойти, вдруг, неожиданно, сверху до низу неба, Бог посылает Свою молнию. Точно так же в вашей Вефезде, в вашем сердце, Бог хочет сегодня говорить слова своего исцеления, слова своей жизни. Не пропустите их. Может быть, сегодня ваше сердце, именно ваше сердце, это вот эта купальня, возмущенная купальня Вефезда. И вокруг вашей Вефезды куча хромых, больных, увечных и всего остального, всех этих проблем в вашей жизни. Я хочу вам сказать, выгоните их всех из этой купальни, выгоните их всех оттуда, пусть они уйдут в крытые ходы. И пускай вода вашей Вефезды успокоится. Потому что именно туда, в эти спокойные воды, Иисус принесет вас на своих руках. Вы будете видеть свидетельство Его славы. Я не знаю, о чем сегодня в вашей жизни, какая сегодня в вашей жизни вызов или проблема, но я хочу сказать, вы будете видеть свидетельство. Вы будете свидетельствовать о вашей Вефезде. Ваша Вефезда, это место вашего исцеления. Это место исцеления, не только не тело прежде всего, это место исцеления полностью вашей жизни. Бог хочет, Иисус хочет принести вас в эту Вефезду на своих руках. Просто доверьтесь Ему сейчас. Может быть сегодня в вашей жизни именно такая Вефезда. Я хочу, я чувствую побуждение сейчас молиться. Не надо выходить. Но если вы в вашем сердце, вот эта буря, если в вашей Вефезде вот эти больные, слепые, хромые проблемы в вашей жизни, они устроили там полностью публичный бассейн, и в этом бассейне вода ходит, вот так она выходит из берегов, она расплескивается, вы ничего не можете слышать. Если сегодня это о вашем сердце, я хочу молиться вместе с вами. Может быть поднимитесь там, где вы есть, станьте просто, станьте сейчас, потому что я буду молиться, и Бог будет сегодня делать что-то с вашей жизнью. Если сегодня именно это о вашей Вефезде, если это ваше сердце, в нем сегодня там штормы бури, я хочу вам сказать, Бог хочет успокоить, Он вместе с вами хочет опустить вас в эту Вефезду. Просто положите сейчас одну руку на свое сердце, обратитесь сейчас к Богу. Бог сейчас здесь, Он здесь, точно так же, как Он был до начала прославления, во время прославления, во время поклонения, во время этой молитвы, проповеди, Бог сейчас здесь. И сейчас, когда эта купальня успокаивается, Иисус берет сейчас у вас на руки, Он хочет вас туда опустить. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, я прихожу к тебе сейчас в этой молитве, вместе с моими братьями и сестрами. Я прихожу к тебе сейчас, Боже, потому что я знаю, что в сердце кого-то из них, Господь, кто-то из них пришел, а это боль, и это боль. Может быть, она сделала их слепыми, или хромыми, или увечными, или уже иссохшими. Господь, я знаю, что твоей любви достаточно, чтобы успокоить сейчас бурные воды этой Вефезды. Я молюсь тебе, Господь, чтобы прямо сейчас, Боже, они в тебе успокоились. Они в тебе, воды этой Вефезды, успокоились прямо сейчас в тебе. Господь, я молюсь просто тебе об этом. Боже, Боже, молюсь тебе. Я прошу тебя, Дух Святой, пусть воды их сердца будут спокойными. И тогда ты в своих руках понесешь их во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.